МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Общая ответственность на аккординтонном совете при главе Чуваши обсуждали информационную безопасность детей. Хочу домой. Общество защиты животных усатый-полосатый готовится к выставке своих питомцев. Чехов жив. Чебоксарские артисты готовятся отметить 150-летие со дня рождения классика. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как обеспечить информационную безопасность детей? Об этом говорили сегодня в ходе заседания Координационного совета при главе Чувашей по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Уроки информатики, основы безопасности жизнедеятельности, да и просто обычные советы взрослых. В современных школах систематически рассказывают об опасностях, которые поджидают ребят в сети интернет. Не надеясь на силу слова, во многих образовательных учреждениях устанавливают специальное программное обеспечение, с помощью которого можно блокировать доступ нежелательной информации. Ряд интернет-провайдеров предлагают услугу родительский контроль, когда взрослые могут следить за тем, что их дети смотрят в интернете. Многие семьи установили только детский интернет, гарантирующий выверенный перечень интернет-ресурсов. Проблема серьезная, считает глава Чувашии Михаил Игнатьев. Не секрет, что от успешного решения проблемных вопросов, вынесенных сегодня на обсуждение, во многом зависит физическое и нравственное здоровье наших детей, их успешное будущее, а значит, будущее их семей и в целом общества, а также экономическое, социальное и демографическое благополучие Чувашии. В республике ведется планомерная работа по формированию благоприятной среды для гармоничного развития детей и подростков, созданы все условия для занятий физической культурой и спортом, это я еще раз подчеркиваю. В системе здравоохранения выстроены эффективные модели охраны жизни и здоровья детей, а опыт работы системы дошкольного и школьного образования республики востребован и другими регионами практически Российской Федерации. Интересы детей взрослые должны защищать и в других направлениях. Полиция и дети, день правовой помощи детям, классный полицейский. Немалое количество акций и профилактических мероприятий направлено на то, чтобы дети чувствовали себя в безопасности дома, на улице, в общественных местах. В текущем году проводились проверки мест концентрации несовершеннолетних. Прежде всего, речь идет о компьютерных салонах. Оттуда было выявлено передано родителям около 500 несовершеннолетних. Несмотря на проводимые профилактические меры, наблюдается, к сожалению, в текущем году отрицательная динамика оперативной обстановки, связанной с преступностью несовершеннолетних. Ими совершено за 8 месяцев 375 преступлений, или в процентном отношении плюс 43%. Поэтому, таким образом, перед министерством стоит задача по активизации профилактической работы по недопущению правонарушений несовершеннолетними, в том числе и используя негативные воздействия интернет-ресурсов. Профилактической работой должны заниматься не только силовые ведомства, считают члены Координационного совета. Большая ответственность лежит на самих родителях общественных объединениях. Юлия Важенина, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. Чувашия готовится к отопительному сезону. Теплосети и котельные уже прошли необходимую проверку. Правда, далеко не все муниципалитеты погасили прошлогодние долги за газ и теплоэнергию. Эту проблему сегодня подняли вновь на совещании с главами администрации районов. Подробности в следующем репортаже. Во главе черного списка должников за потребленный газ и тепло по-прежнему значатся города. Самую большую сумму накопили шумерлинцы. Снабжающим организациям этот муниципалитет обязан выплатить порядка 130 миллионов рублей. В антирейтинг попали Чебоксара, Алатарь и Козловский район. Несмотря на снижение указанной задолженности на 19% с момента окончания отопительного периода, объем ее остается достаточно высоким и сегодня составляет 2 миллиарда 683 миллиона рублей. По факту мы ситуацию значительно ухудшили. Чебоксары, допустим, ладно, отдельно мы его рассмотрим. Там есть свои нюансы, но у нас и по другим муниципалитетам. То есть вот тот же Алатарь нарастил значительно, в принципе. Нет изменений по Козловке, по Саду, хотя там какие-то встречи, графики были. Далеко не все муниципалитеты составили графики покошения задолженности. Хотя эту работу районные власти уже должны были завершить. Аликский район вообще графики не представлен. Это оригинальный район на сегодня. Вам, Борисович, получено без нового невозможного представления графики в связи с введением процедуры ликвидации теплоэнергосервиса. В районе очень отработана схема ухода от обязательств по расчетам за газ. В Урнарский район график был представлен и сразу в августе же был сорван. Никаких предложений дальше нет, платежей нет абсолютно. В долговую яму районы попадают по многим причинам. Одна из них – изношенные тепловые сети. Потери большие в тепловых сетях и котельник, который работает. КПД очень низкий. Отсутствует работа с потребителями тепловые нерки. Муниципалитеты наступают на те же грабли каждый год. Иван Моторин призвал разобраться в долговых проблемах. Но ситуацию, отмечают участники совещания, можно исправить, только перейдя на прямую систему погашения платежей. Такое предложение уже готовится правительстве республики. Медрик Валев, Сергей Рябчиков. Республика. Погашение долгов перед ресурсоснабжающими организациями – одна из важнейших задач, которая стоит перед муниципалитетами. Сейчас во всех районах и городах республики проходят первые собрания депутатов шестого созыва. Основной вопрос заседания – избрание глав районов и городов из числа народных избранников. Так, в Канаше тайным голосованием депутаты избрали на должность главы города Андрея Константинова. Он получил максимальное количество голосов по городскому одномандатному округу номер 13. В Чебоксарском районе собрание депутатов избрало на должность главы района 32-летнего Андрея Николаева. Главой Шамуршинского района стал депутат от Байдеряковского одномандатного избирательного округа Манир Хамдеев. Собрание депутатов шестого созыва прошли также в Бресенском, Комсомольском, Красночитайском, Марпосадском, Порецком, Цивильском, Ядринском, Яльчикском, Янтиковском районах. В них также избрали глав. Теперь специально созданным комиссием, в состав которой входят и народные избранники, предстоит назначить исполнительную власть – главу администрации, сити-менеджера. В республике продолжается строительство туристско-рекреационного кластера «Этническая Чуваша». Он будет состоять из двух этнокомплексов – «Ясна» и «Амазония». Последняя располагается в столице Чувашии. Сейчас здесь интенсивно занимаются созданием инфраструктуры. Часть работ уже проделана. Инженерные коммуникации проложены, теперь приступили к строительству сразу трех дорог к будущим объектам – к развлекательному комплексу, к автопарку и к набережной Волги. Работы должны завершиться к концу этого года. Правительство Чувашии постоянно контролирует исполнение обязательств. Выделенные с федерального бюджета средства должны быть освоены в срок. Своя ответственность и у инвесторов. Планируется, что этнокомплекс «Амазония» примет первых гостей в 2018 году. Специалисты туриндустрии считают, что кластер «Этническая Чувашия» станет зоной, отражающей уникальность и самобытность чувашского народа и повысит туристическую привлекательность региона. Впервые в сентябре выпускники школ смогут пересдать единый госэкзамен по математике и русскому языку. 26 сентября можно сдать математику базовый и профильный уровень. 29 сентября ждут тех, кто не смог получить положительную оценку по русскому языку. Оба предмета можно также сдать и 9 октября. Участвовать в пересдаче могут те, кто получил на экзамене неудовлетворительные оценки более чем по одному обязательному учебному предмету, кто решил пересдать русский язык или математику для улучшения результатов. На сдачу экзаменов по математике заявлено 150 человек, по русскому языку 18. Все экзамены проводятся в чебоксарских школах в школе номер 38, 43 и 50. Все экзамены начинаются в 10 часов. ЕГЭ будет проводиться с соблюдением всех правил. В преддверии фестиваля молока по улицам столицы Чувашии сегодня разъезжал автокараван. Он объединил все чувашские молочные бренды. Сегодня автомобили, раскрашенные в цвета своих предприятий, проехали в общем кортеже Чебоксары и Новочебоксарск. Хотя горожанам и не стоило напоминать, какие продукты производят в родной республике. Зрителей на заключительной точке собралось немало. На площади республики развернулся настоящий праздник с песнями, плясками и вкусными напитками. Главными гостями на нем стали школьники. И судя по очередям к стойкам дегустации, они точно знают, насколько полезно молоко. Если вы не успели попробовать его сегодня, у вас есть шанс сделать это завтра. Официальное открытие фестиваля состоится 26 сентября в 11.00 в Ледовом дворце Чебоксары-арена. Мы любим молоко! 24 часа в режиме онлайн без антракта. Сегодня проходят первые в мире театрализованные чтения «Чехов жив», посвященные 155-летию со дня рождения великого русского писателя. В них принимают участие артисты, писатели, музыканты и рядовые пользователи интернета. В Чебоксарском камерном театре решили подойти к юбилею «Классика особо». Совсем скоро состоится премьерный показ спектакля «Чехов танго. Гоу-медиа». В чем отличие местной постановки, смотрите в нашем материале. Репетиция началась не с привычной разминки и повторения текста. Актеры театра следили за ожившими образами героев произведений Чехова. Международные литературные акции принимают в участие более 700 человек. Наши актеры в ней не заняты, но мимо имени знаменитого писателя пройти не смогли. В готовящейся премьере «Чехов танго. КОД.Медиа» особое место отдано аргентинскому танго. «Коловый душ всегда жил под темними там подобным и всегда любил моим желанием и всегда любил вас как новое сердце!» «Я уверен, что будет нескучно, по крайней мере, потому что по крайней мере, таких подобных постановок я сам никогда не видел, даже в интернете. Я думаю, параллельно танец танго, во-первых, зацепит, и вот сама вот эта вот линия страстного танца, которая будет проходить от начала до конца в спектакле, я думаю, зацепит зрителя». В спектакле играет молодежная труппа театра. Ребята разучивают мизансцены и танцевальный па уже около месяца. Шесть актеров будут играть по три роли в разных пьесах. «Юбилей», «Предложение», «Медведь». Все эти пьесы объединены одной общей темой. «Это такая вот битва, батл, как сейчас модно говорить, батл, танцевальный, не танцевальный, жизненный батл между самыми главными противостоящими существами это мужчина и женщина. Мы никогда друг друга не поймем до конца. Но мы друг друга любим и жить друг без друга не можем. Я думаю, что женщины скажут, что классно, что я женщина. Мужчины скажут, хорошо, что я мужчина. И повеселятся». Получится ли объединить аргентинское танго и русскую классику, зрители узнают совсем скоро. Премьера спектакля состоится в конце октября. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. В сентябрь – время открытия театральных сезонов. Сегодня своих зрителей встречает Чувашская государственная академическая симфоническая капелла. Что интересного готовит коллектив в 48-м сезоне узнали наши корреспонденты. С нами на связи Екатерина Куприна. Пятничный вечер, возможно, самое приятное время. Позади рабочая неделя, впереди два выходных. Для ценителей классической музыки сегодня играет симфоническая капелла. Сейчас на сцене звучит знаменитая симфония номер один Бетховена. Бетховен – революционер своего времени. Именно с его произведения решили открывать сезон. Нашей съемочной группе удалось побывать на генеральной репетиции труппы и пообщаться с главным дирижером Марисом Яклашкиным. Как долго вы готовились к сезону и когда начались репетиции? Репетиции, как всегда, идут планомерно. Я не могу сказать, сколько дней мы репетировали, однако в степень овладения и владения в целом оркестровыми партиями, в целом подготовка самого оркестра к исполнению этой симфонии, конечно, потребовала напряженной работы, как любая концертная программа. При исполнении любого сочинения, любого композитора, необходимо бы очень близко подойти к его духу, его пониманию того, что он выразил. И мы должны это непременно таким же образом и исполнить. 120 музыкантов и артистов хора принимают участие в сегодняшнем перформансе. Коллектив приложил немало сил, готовя новую программу. Истинные ценители классических произведений услышат опера Олега Рахманинова по мотивам повести Пушкина-Цыгане. Год литературы обязывает. Когда речом ее внимал, и как безумно целовал ее чарующие очи. 30 сентября на сцене филармонии состоится вечер музыка для всех «Вера, Надежда, Любовь». Народные мотивы, любовные романсы, произведения Ля Рыгана. При подготовке программы были учтены пожелания всех поклонников капеллы. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. В Чувашии завершились широкомасштабные антитеррористические учения. 24 сентября оперативным штабом в Чувашской Республике была проведена завершающая фаза. Согласно замыслу, группа вооруженных террористов осуществила захват заложников в одном из санаторно-курортных учреждений. Часть преступников вскрылась в лесном массиве Заволжья. К работе приступил оперативный штаб под руководством начальника регионального управления ФСБ Сергея Сафронова. В ходе учения реализованы меры по обеспечению безопасности населения, осуществлен комплекс мероприятий по пресечению террористического акта, поиску и обезвреживанию вооруженных преступников и освобождению заложников. Мобильность и боевую эффективность подразделений специального назначения обеспечивала авиация ФСБ России. Считаю, что цели учения достигнуты. В целом положить на цену их результаты. Основной целью учения стала отработка взаимодействия силовой группировки штаба с республиканскими и муниципальными органами власти Чувашской республики по учебным вводным. Служба судебных приставов Чуваши активизировала работу по взысканию задолженности с граждан. Сотрудники управления ходят по адресам должников. На днях такая акция прошла в Алатаре и Урмарах. В ходе рейдов было взыскано более 200 тысяч рублей в доход государства ресурсоснабжающих и кредитных организаций. Окончено более 100 исполнительных производств, арестовано более десятка автомобилей и другое имущество. К административной ответственности за несвоевременную оплату штрафа привлечены 4 гражданина. Им грозит арест до 15 суток. Напоминаем, что информацию о наличии задолженности можно узнать на сайтах управления Федеральной службы судебных приставов ГИБДД и налоговой службы. Если вы хотите завести домашнего питомца к примеру кошку и задумываетесь какую породу выбрать, то следующий сюжет для вас. Что важнее для тех, кто ищет верного друга? Дорогвизна и престижность породы, форма ушей, расцветка или же совсем другие качества? Узнавала Ольга Пырочкина. Ласковый, покошачий, хитрый, ватсон и добродушный, спокойный, здоровяк, мурлыка, халк. Сейчас обыкновенные здоровые коты. В прошлом у каждого из них своя непростая история. Правда, со счастливым концом они попались на глаза волонтером общества защиты животных усатый-полосатый. Этого красавца зовут Ватсон. Он ко мне попал с переломом таза. Его то ли выкинули откуда-то, то ли очень сильно сбила машина. Но таз у него был сломан. Он ходил только на передних лапах, ходил под себя. То есть мы не контролировали ничего. Ну вот, два месяца лечения и он ходит на всех четырех лапах. Уколы кололи, держали его отдельно в клетке, чтобы ограничить движение, чтобы у него таз восстанавливал сам по себе. Делали массажик, делали ванночки. Халк попал к Людмиле со сломанной челюстью. Не мог есть, пить, вылизывать шкуру, а значит, его практически живьем ели блохи. На улице его бы ждала долгая и мучительная смерть. Сейчас челюсть долечили, челюсть нормально, а была раздроблена на восемь кусков. Мы ему еду расталкивали до состояния каши, разводили водой и вливали в пасть, чтобы он хоть чуть-чуть ел. Сейчас он это самый уютный кот в моей жизни. Вот так как он, рядом не спит никто. Обычно все равно кошки они там как-то то лапами перебирают, то начинают вертеться туда-сюда. А это можно как плюшевую игрушку с собой. Его переворачиваешь и он как плюшевый медвежоночек спит. Волонтеры могут рассказать сотни таких историй. Вот эту малышку нашли в кустах почти без признаков жизни. Теперь это любимая домашняя питомица. Эту кошечку нашли в яме по слабому писку. После лечения ее забрали в семью и назвали варежкой. Официально мы зарегистрировались два с половиной года назад. То есть мы официально зарегистрированы на организацию общества защиты животных Усатой-Полосатой. Ну, вообще, что представляет у себя общество? Это сообщество волонтеров. То есть именно группа волонтеров, неравнодушных людей, которые сплотились, которые помогают друг другу и, соответственно, помогают животным. Животных мы подбираем, лечим, стерилизуем. За время работы наладили сотрудничество с четырьмя клиниками у нас в городе, которые пошли нам навстречу, которые наших бездомышей лечат, стерилизуют, кастрируют, вакцинируют со скидочкой. Усатому-Полосатому не выделяют каких-то дотаций государства. Общество работает за счет пожертвований и собственных средств волонтеров. В группе общества Усатой-Полосатой в социальной сети ВКонтакте состоит почти 16 тысяч человек. Но помочь делом они лайками. Готовы в разы меньше. Волонтеры отмечают, даже если у вас нет возможности взять животное домой на лечение или передержку, помочь обществу можно деньгами, кормами и медпрепаратами. А еще Усатой-Полосатой регулярно проводит выставки животных под девизом «Дорога домой». Ближайшая состоится в эти выходные 26 и 27 сентября в торговом центре «Каскад». Это выставки беспородных животных, то есть именно наших подопечных, которых мы подобрали, стерилизовали, кастрировали, у них есть ветпаспорта. И на этих выставках мы их пристраиваем. Приходите, посмотрите на нас, посмотрите на наших подопечных, мы дадим погладить, поняшкать, поговорите с нами, познакомитесь. Может быть, кто-то себе захочет взять любимца домой. Иными словами, это не только шанс спасти чью-то жизнь, но и завести дома пушистый комок счастья и верного друга. Пусть без родословной и обычной расцветки, зато абсолютно бесплатно. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика. В это воскресенье любители спорта и активного образа жизни смогут принять участие во Всероссийском Дне Бега Кросснации 2015. Более 50 тысяч жителей Чуваши одновременно стартуют в районах и городах Республики. Еще в далеком 1918 году прошел первый российский Кросснации. Это был забег на 4,5 километра и победил в нем Николай Бочаров, будущий чемпион СССР. На протяжении всего 20 века самый массовый забег страны виду изменялся. С 2004 года при поддержке Министерства спорта России Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Кросснации объединил любителей бега всей страны от Таежных лесов до берегов Черноморского побережья. 27 сентября миллионы людей выйдут на спортивные площадки в разных концах страны. В Чебоксарах главный старт будет проходить на певческом поле. Все желающие могут проверить свои силы в масштабном спортивном мероприятии объединяющем всех россиян. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин